друзья всем привет сегодня проделаю две процедуры с этой орхидеи одна из которых неприятные но она очень необходима именно для этой орхидеи вот такая вот красавица есть у меня в коллекции которая появилась на канале буквально два месяца назад ну пару месяцев назад я очень-очень надеялся что это орхидея раскуклет вот эти вот старые корешочки и начнется у нее вегетативный период она начнет расти и корнями и новыми листьями но друзья вместо этого она выпустила из точки роста как вы видите вот отсюда вот вот такой вот цветонос и как вы понимаете что будущего у этой орхидеи нет в общем друзья а я предлагаю вам первое что сделать это приятную одну процедуру это поковыряться у нее в корнях распотрошить убрать вот этот вот торфяной кокосовый стаканчик из-под основания ну а уже по результату того что мы там увидим примем решение пересаживать эту орхиды не пересаживать а самое главное это мы проведем с вами с ней неприятную процедуру но прежде чем это все проделать я вам мы сперва ее замочим в растворе я уже заранее друзья налил в литр отфильтрованной воды чистой воды отфильтрованной нейтральной кислотностью комнатной температуры здесь у меня в комнате 23 градуса и температура воды тоже 23 градуса и вот на литр воды я капнул полтора полтора миллилитра привикура почему я его так часто сейчас использую потому что в этом году у него заканчивается срок годности я его накупил по моему в позапрошлом году со скидкой много и вот мне его теперь надо израсходовать это друзья дорогое конечно средство но очень и очень эффективные аналог этого средства вот на написан вот этом черным маркером видите консента это и первое второе средство обладает не только фунгицидными свойствами но еще и дающим такой некий толчок какой то знаете развитию корневой системы росту орхидеи в общем запускающие такой знаете своеобразным каким-то там непонятно действием фотосинтез в орхидее это не только я заметил но и те кто неоднократно и не первый год использует это средство ну пока будет орхидею что у нас вот это напитываться корешки будут пока у нее становиться эластичными я вам покажу другую другую орхидеи q которая которая точно также попав к нам ко мне в руки к нам на канал была нами пересажена тоже архи орхидеи к такая интересная красивая и мы ее распотрошили пересадили все буквально вот все в прошлом году за несколько месяцев из такого небольшого грустного количества корней орхидея нарастила смотрите вот такие вот роскошную корневую систему прям вообще смотрите какая прелесть обалденно просто обалденно и бал того еще и дала нам детку буквально прям в считанные дни это детка наросла после процедур с ней которые мы проделали и вот такие же процедуры мы с вами проделаем и вот с этой вот орхидеи это друзья орхидея бегалиб я сейчас вставлю ее покупное цветение с которым я ее купил это буквально небольшой такой видеозарисовочку я сделал что на для памяти какая она роскошная посмотрите а а да друзья вот такая вот орхидея я ее для себя назвал этот тестовый сорт назвал я ее элегант элегант пандора хотя конечно возможно но не ну не возможно и у нее именно такое название и есть почему потому что я нашел стандартного цветения которое называется элегант пандора ну и думаю раз уж это бегалиб идентичный стандарт окрасу стандартной орхидеи значит я так и назову элегант пандора пандора до элегант пандора бегалиб так ну что друзья давайте пересадим ее перевернул камеру и крупненько мы проведем с ней все процедуры хочу сказать что значит все пока она находилась у меня вот эти пару месяцев все анти грибкова антибактериальные процедуры она проходила и все обработки от насекомых вредителей поэтому сегодняшний вот это вот замачивание в привикур energy это скорее именно для придания ей энергии не зря привикур называется привикур energy у него приставочка такая видите привикур energy эту приставку производитель сделал именно потому что этот привикур обладает еще помимо фунгицидных свойств таким вот каким-то энергетическим толчком дающим толчок для роста корней и листвы ну и всех процессов в растениях так друзья ну прошло где-то минут наверное 10-15 я специально не засекал но этого в принципе достаточно для того чтобы во-первых размочился грунт в котором она посажена напитались корни чтобы можно было понять какие корни совсем у нас погибшие а какие у нас зелененькие и достаточно еще жизнеспособные так ну и чтобы конечно орхидея получила заряд этого энергетического пинка что ли от производителя средства привикур так достаем убираю палочку мы держатель цветонос цветоноса удаляю он нам не нужен срезаю друзья отрезаю старый цветонос цветонос старый пока обрежу я до живой почки вот так вот объясню почему так именно так сейчас чуть позже мы все сделаем по другому здесь у нас еще 2 вот цветонос есть ну что достаем орхидею снизу у нас ничего здесь вроде не мешает вроде ничего не мешает вот так вот картина во что она у нас посаженная всегда друзья смотрю во что посажена но не скажу что здесь какой-то фельдиперсовый грунт здесь вот кора средней фракции причем это даже не архиата обычная сосновая кора по всей вероятности даже нашего российского производства так удаляю все и кстати не так много смотрите не такой уж большой объем и корней кстати орхидеи тоже не так много так доберемся сейчас до до горшка кокосового торфянова вот он давайте я вам увеличу чтобы было лучше видно вот так вот так а мне друзья очень часто присылают в сообщениях вопросы с подобным с подобными проблемами у орхидеи когда люди покупают специально либо у них дома после того после приобретения вот как и у нас в нашем случае орхидеи выпускают из точки роста новый цветонос и мне присылают вопросы что делать с орхидеи если она вот так вот выпустила из точки роста цветонос и а у орхидеи нету корней корни стоит орхидея на наращивание что делать в таких ситуациях друзья я всегда задаю встречный вопрос вам что важнее рост цветоноса либо рост корней вам важнее цветение сейчас орхидеи либо жизнь самой орхидеи потому что любой растущий цветонос забирает определенные силы самой орхидеи когда у орхидеи достаточное количество корней она работает добывает корнями питательные вещества так давайте сперва я обчик рыжу все видимое сухое добывает корнями питательные вещества которые идут на питание и самой орхидеи и соответственно орхидея уже дает питание цветоносу листьям новым деткам если таковые имеются да а что делать если например у орхидеи нету корней ей не нет не чем брать питательные вещества потом потому что листьями она не в таком объеме эти питательные вещества возьмет как например могла бы взять корнями вот поэтому я как бы всегда если у орхидеи плохая корневая система если орхидея стоит на наращивание корней и вдруг при этой процедуре орхидея выдает цветонос то я преимущественно срезаю эти цветоносы это я так вам медленно уверенно как вы уже догадались подвожу к тому что нам придется несмотря на ее такое нежное цветение беглиб обалденный мне очень очень понравился я купил его у одного продавца в группе по моему в телеграме что ли ну не знаю один первый и единственный раз я у этого продавца покупаю покупал точнее поэтому ничего я не могу сказать и плохого не могу сказать и хорошего за этого продавца сказать не то что я честно уже даже и не помню кто это за продавец и до этого никогда не покупал и по моему после тоже я уже не покупал вот один единственный раз купил вот поэтому ничего сказать не могу по продавцам тоже не ждите от меня больше так сказать этих рекомендаций потому что мне за прошлый год столько пролетело тумаков хотя вообще на самом деле каждый год мне пролетает когда я рассказываю о том или ином продавцы орхидеями что я у кого-то купил вот мне ой георги где ты таких красоток берешь подскажи расскажи подскажи расскажи ну я раньше там сюда до хвастался рассказывал ночью спросили я рассказал спросили рассказал потом когда мне начинают писать негатив за этих продавцов что вот мы по вашей рекомендации по вашей рекомендации купили на но заказали там на круглую сумму продавец там что-то там либо гнилушик прислал либо не отвечает либо еще что-то такое плохое то вот но мне конечно неприятно это да я каких-то продавцов отдельно прям критикую даже не критикую а ругаю и не рекомендую и были у нас видео на канале где я прям конкретно называл продавцов это у нас было не раз а каждый год каких-то поп какие-то попадают под мою раздачу почему потому что они конкретно меня в чем-то где-то ну скажем ущемили обманули либо еще что-то там нехорошее сделали вот когда мне пишут неизвестные люди для меня в комментариях что-то там про какого-то продавца расскажите на своем канале друзья ну как я могу рассказать где уверенность гарантии что присланные фотографии это не какая-нибудь подстава ведь конкуренция среди продавцов тоже имеется поэтому я ругаю только тех продавцов и называю своими именами что это нехорошие продавцы редиски с которыми сам лично попал в неприятную ситуацию такие у нас продавцы есть и в архомании в группе я озвучивал кстати хочу к слову сказать у нас в группе вконтакте в архомании присоединяйтесь кстати все арханутые новички и старички вступайте в нашу группу архомания в контакте ссылка в описании под этим видео нас там уже свыше 50 тысяч есть отдельная беседка для такого личного индивидуального общения среди арханутых который круглосуточно вообще работает это отдельная тема вот и в этой значит группе у нас есть темы белый список белый список продавцов орхидей и черный список продавцов орхидей где все участники делятся своим опытом своим опытом взаимоотношений с теми или иными продавцами озвучивают показывают я кстати уже получал угрозы от некоторых продавцов да был факт в прошлом году на меня хотела написать прокуратуру там еще куда фсб один из продавцов которую обвинили в том что она гнилье продает и в общем-то непорядочно поступает со своими клиентами в общем вступайте в группу архомания там кстати тоже у нас и видео выходят с отсюда с канала и общаться можно и в общем общем такая группа по интересам там кстати вопросы можно задавать по поводу ухода за своими орхидеями получать ответы независимые от разных специалистов даже может не специалистов а опытных орхоманов так ну друзья картина у нас с корнями я бы так сказал даже ну не совсем плохая нету конечно корней которые бы свежие вот прям раскукленные были то есть орхидея прожила у меня пару месяцев и за это время только цветонос выпустила вот этот вот из точки роста хочется конечно посмотреть на нее цвет на ее цветение но друзья я не могу ей дать такую роскошь вот придется этот цветонос обрезать значит некоторые архоманы считают ну не архоманы новички думают что вот такой вот с листиками цветонос это детка нет друзья это не детка это он так называется а листвелый о листвелый цветонос вот такие вот чешуйки при некоторых обстоятельствах ну мутация все такое прочее перерастают вот в такие листики бывают побольше поменьше но не ждите а из этих цветоносов появление корней нет это обычный вот цветонос вот такой же вот как этот такой же как этот видите чешуйки вот эти вот чешуйки просто на этих цветоносах а листвелых они превращаются вот в такие листья как правило а листвелые цветоносы вырастают из точки роста либо у деток прикорневых прикорневых деток бывают тоже из точки роста вырастают цветонос у нас такая есть орхидея это символ нашей группы вообще нашего канала это орхидея каменная роза в окрасе шоколад так вот этот листик я удаляю он тут мне не нужен он будет мешать 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 я его просто выдергиваю тут в принципе все неплохо так вот по большому счету конечно можно было бы и вот этот лист убрать но у нас тогда тут совсем остается мал совсем ничего вот да вот давайте наверное я его уберу и уберу его потому что мне нужно открыть вот здесь вот основание по всей вероятности друзья на этом месте где-то должна будет вот открытое сейчас пространство должна будет появиться детка но для того чтобы она появилась нам нужно удалить нам нужно удалить цветонос то есть удалить то что забирает сейчас у орхидеи силы это вот растущий цветонос обрезать его буду как ну как можно покороче друзья вот так вот как бы не хотелось посмотреть на цветение но друзья я хочу полноценную орхидею здоровую и с хорошим здоровым цветением чтобы орхидея чтобы орхидея был потенциал вот так все прощает цветонос красивый но нам нужно цветение кстати точку роста вот этой вот орхидеи ну этого цветоноса можно чем-то спрашивать нужно ли обязательно друзья ну не обязательно а можно чем-то присыпать там углем либо корицы либо ну чем-то дезинфицирующим капнуть перекись или хлоргексидином вот все в общем вот такая вот у нас процедура так вот этот корень я воздушно тоже срежу он будет мешать нам орхидею мы сейчас с вами посадим да мы посадим сейчас с вами орхидею так убираем я потроха эти значит еще раз посмотрим на нашу еще разок я ее замочу сюда поставлю и приготовим грунт грунт и горшок вот так пускай постоит наша красотка вот еще раз посмотрим на этот биглипчик значит если заметили он у меня здесь мокренький это я друзья значит опрыскивал эту орхидею взял и достал с полки чтобы промакиваю сейчас пазухи взял с полки ее специально показать вам ее на видео для примера вот видите я прям туда внутрь в пазуху залази потому что скоро уже вечер у меня уже темно это я снимаю видео сегодня покажу его завтра на следующий день то есть если вы сейчас смотрите это видео значит процедуры я делал вчера вечером с этой орхидеи и доставая значит эту орхидею показать на видео вот отсюда вот из отсюда вылез грибной комарик полетел они безобидные ребята вот сам факт летающих каких-то вокруг моих красоток насекомых меня тоже но иногда подбешивает они безобидные ребята но на них не действуют значит те средства там аберрон рапит на них не действует потому что они соком не питаются не прокусывают поверхность листьев биоким на них не действует батрайдер в общем другие все средства носок как носок сосущих вот октары я не обрабатываю уже давно поэтому у меня вот как вы видите вот стоит средство бона форта хорошее средство для вот такого локального применения не для глобального а вот для локального применения то есть увидел где-то летающую какую-то гадость пшикнул и все и больше ничего нету вот я уже кстати им мог опрыскивал в контейнере у меня хранился я вам рассказывал эту историю когда завелись эти грибные комарики там как прям как расплодились я открыл оттуда куча как полетела вот пшикнул туда прям на пшикал на пшикал на пшикал закрыл и все через день открываю вообще тишина так что средство хорошее но он всегда у меня имеется так ну что теперь о грунте я не зря показал вам эту орхиды промокнуть промокнул мы не показал значит что у нас смотрите какая красота вот посадка у нас здесь обычная кора самая обычная кора поэтому сегодня друзья мы тоже будем почему так потому что на эти у нас мы ждем здесь детку мы сажали ее для детки обычный горшок обычная кора мелкой и средней фракции посмотрите как орхидея зашло это она просто кайфует посмотрите по вот этим зеленым корнищем вот даже снизу я хочу вам показать не знаю дотянутся не пене не выявляться у меня орхидея смотрите видно вам а то сейчас из горшка уже посыпется она кайфует вот в общем примерно то же самое мы сейчас с вами проделаем с нашей красоткой на но той коры в которую эту сажал у меня нету там кора была сборные солянки я так вот в один емкость сыпал остатки вот сейчас у меня есть вот такие остатки чуть-чуть той коры которая там была и еще я сюда сыпнул остатки кокосовых чипсов то есть вот такая вот консистенция вот в такую вот в такой грунт из коры кора мелкая вот такая есть видите с кокосовыми чипсами наверно один к одному здесь соотношение кокосовых чипсов вот это кокосовый чипс ветер волокнистый и вот это вот кокосовый чипс плюс вот эта мелкая всякая фракция которая смотрите вот к рукам прилипает это тоже кокосовая кокосовая структура так ну вот такие вот видите пластинки бабушечки есть от коры так ну все давайте приступим так горшок какой у нас будет горшок у нас будет стандартный как вы поняли вот такой вот он поменьше чем то орхидея нас посажена но здесь и корней у нас поменьше хотя можно было конечно может быть посадить эту орхидею и в побольше горшок ну давайте примерим сперва в этот вообще на самом деле друзья орхидеи некоторые чувствуют очень себя хорошо в тесных горшках они прямо очень любят тесные горшки есть такие экземпляры так ну вот так наверное очень даже неплохо будет но наверное даже я так и оставлю вместе с корнями на дне вот с этими корнями на дне чтобы орхидея получала со дна в общем у нас все равно же это орхидея в такую посадку идет не на там два-три года на 45 это орхидея у нас идет это временная посадка ну как эту вот мы сажали вот временно все зависит от того как быстро вырастут появится детка у орхидеи и как быстро она вырастет так но нам нужен маховой фитиль нам нужен маховой фитиль для начала вот хотя наверное давайте мы посадим все таки я возьму побольше горшок давайте побольше примерим горшочек сейчас его возьму ой как хорошо с таким вот длинным микрофоном я могу уходить камеры от стола а вы меня можете слышать так ну вот я возьму давайте может быть такой же так блюдечко где у меня блюдечко нету но потом найду такое же вот блюдечко это маленькая ну к примере им давайте хуп слушайте ну наверное в этот горшок моего сюда наверное засунем эту орхидею в этот горшок до или он большеват для этой орхидеи не давайте засунем по образу и подобие вот той посадки да так сперва значит что у нас маховой фитиль у меня здесь мог был засушенный в какую-то посадку я делал и остаток образовался и он у меня засох так хорошо засох и прям знаете прям застыл но как живой вот я его перед съемкой опрыскал его опрыскал он брызгает с него смотрите он течет опрыскал я его хорошо все он напитался и это стало эластичным и сейчас у него появился аромат такой же как у свежего мха поэтому так стекает так укладываем так вот и теперь так наверно коры будет маловато ну посмотрим ладно так на дно и наверно возьму дополнительную кору у меня есть прям друзья подождите секунду 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 вот у нас все идет друзья как говорится экспромтом вот я возьму вот так коры смотрите вот такой вот на дно и и кида ну и сюда еще чуть-чуть чтобы она нам пригодится что ты наверное не хватит вот так вот мы и внизу все а теперь давайте усаживать нашу орхидею желательно хорошими вот этими корнями живыми к этому маховому фитилю так вот поближе вот так видно вам вот так вот чтобы примерно у нас посередине было вот так все а теперь начинаем начинаем засыпку значит цветонос почему вот эти оставил на случай если нам придется орхидею ну вот если бы мы увидели малое количество корней но решили при этом сажать и вот эти цветоносы послужили бы нам своеобразной такой опорой для вот палочку вставили вот так вот раз туда вглубь на дно так вот и к этой палочки прищепками цветонос прищепили чтобы орхидея чувствовала себя жестко в горшке понадобится ли нам это или нет это мы узнаем в конце посадки поэтому пока цветонос я не удаляю как только мы пересадим орхидею посмотрим на ее устойчивость в горшке и после этого я эти цветоносы срежу потому что они не должны быть чтобы у орхидеи не было желания раскукливать почки и продолжать цвести потому что сейчас она тянула цветонос и у нее еще осталось вот это вот знаете позыв к цветению и она когда бывает вы там знаете может быть кто-то замечал из вас но наверняка замечали что если берешь такой когда цветущая орхидея цветонос растит а ты берешь такой раз ей там ну либо уронил либо зацепил в общем пол цветоноса либо кончик крякнул и орхидея быстро отвлекается на это раскукливая соседнюю почку выпуская новый цветонос то есть она на волне понимаете она она летит цвести поэтому чтобы вот меня при переключить ее эту орхидею на выдачу деток придется срезать эти цветоносы так ну что вот сюда у нас там сейчас мы загоним так но вроде хорошо мы напитали корни корни такие стояли 15 10 15 минут где-то и стали такими эластичными так ну так вот у нас это все происходит так ну и все пошли последние штрихи вот так так если вы слышите сопение то это соплю не я это моя масямба сопит в смысле французский бульдог массе так ну вот все так вот здесь конечно мелкая такая прям как земля получилось но ничего страшного это не столь важно так и вот здесь вот под основание можно поставить такой кусочек покрупнее коры выбрать но мне сейчас нету вот сюда вот цветонос вот этот старый подставить так вот вот все нет не все ну в общем короче вот так оставляем вроде бы ничего так держится но не шатается так прям знаете как-то глобально все цветоносы срезаю я оставляю пеньки размером пять миллиметров миллиметров один удаляю и и второй опа все вот так вот у нас получилась она орхидея бирку на место это у нас биглип элегант пандора да что такое все прям до дна все друзья вот такая вот у нас получилась орхидея сейчас значит найду такую же блюдце поставлю в блюдце все черт на листьях все нормально на листьях все ждем детку но уже в одних из следующих видео если в ближайшие он допустим пару тройку недель у нас не проявится что-то такое наподобие связаны похожие на детку мы тогда с вами наверное на это орхидеи попробуем некоторые стимулирующие средства дающие такой знаете стимул для появления деток на орхидеи все друзья всем хорошего настроения всем до встречи в следующем видео всем пока